Книга пророка Даниила. Глава пятая. Данил 5. Чаптор 5. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и пред глазами тысячи пил вино. Белшаза, the king, made a great feast to a thousand of his lords and drank wine before the thousand. Вкусив вина, Валтасар приказал принесть золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю вельможам его, женам его и наложницам его. Белшаза, whilst he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, that the king and his princes, his wives, and his concubines might drink therein. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможа его, жены его и наложницы его. Пили вино, и славили богов золотых и серебряных, медных, жены, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его. Связи чресла его ослабели, и колено его стали биться одно от другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам бавилонским. Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багреницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. И вошли все мудрецы царя. Но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Балтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем. И вельможи его смутились. Then was king Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lords were astoid. Царица же по поводу слов царя и вельможи его, вошла в палату пиршества. Начала говорить царица и сказала. Царь, вовеки живи. Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Царь, вовеки живи. В царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов. И царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей. Сам отец твой, царь. Царь, вовеки живи. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Возвращение. 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 Тогда введен был Даниил предцаря, и царь начал речь. И сказал Даниилу, ты, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи. Возвращение. 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 Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его. Но они не могли объяснить мне этого. И сейчас я слышал о тебе, что ты можешь сказать, что ты можешь сказать, что ты можешь это сделать. объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то обречен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином, будешь в царстве. And I have heard of thee that thou canst make interpretations and dissolve doubts. Now, if thou canst read the writing and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scolet and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom. And I have heard of thee that thou canst make interpretations and dissolve doubts. Now, if thou canst read the writing and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scolet and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю, и значение объясню ему. Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be to thyself and give thy rewards to another. Yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation. Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be to thyself and give thy rewards to another. Yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. О, thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar thy father a kingdom, and majesty and glory and honor. К предвеличием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Комерпийский человек Комерпийский человек Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами. Кормили его травою, как вала, и тело его орошаемо было небесную рослою. Доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это. Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе. И ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино. И ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. И несчастье нет ущихся, ни разуме無, и не, и гла в нем тихих дыхание твое, и Бог, в руках твое, и независимый дворь, и у тебя и благоусь твоих плавших детей, и огнямели не с самого нас. За это и послано от него кисть руки, и начертано это писание. И вот что начертано. Мене, мене, текел, упорсин. Вот и значение слов. Мене, исчислил Бог царство твое, и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах, и найден очень легким. Текел, ты взвешен на весах, и найден очень легким. Текел, ты взвешен на весах, и найден очень легким. Пирес, разделено царство твое, и дано медянам и персам. Пирес, ты взвешен на весах, и даден на весах, и персам. Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу, и возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили его третьим властелином в царстве. Then commanded Belshazzar, and they clothed Daniel with scarlet, and put a chain of gold about his neck, and made a proclamation concerning him, that he should be the third ruler in the kingdom. В ту же самую ночь, Валтасар, царь халдейский, был убит. In that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, slain. In that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, slain. And Darius the Midian took the kingdom, being about threescore and two years old. And Darius the Midian took the kingdom, being about threescore and two years old.